Ярославские пенсионеры и льготники будут ездить в общественном транспорте по прежнему тарифу 6 рублей за поездку. Такое решение сегодня приняли депутаты муниципалитета. С инициативой оставить для льготников прежнюю стоимость проезда выступила мэрия. При этом городские власти будут компенсировать транспортникам недостающие доходы из бюджета. С подробностями Нина Свечникова. Почти треть ярославцев, а именно столько в городе льготников, будут ездить на общественном транспорте по прежнему за 6 рублей. После споров и обсуждений депутаты муниципалитета одобрили предложение мэрии сохранить льготный проезд. Чтобы компенсировать транспортникам выпадающие расходы, из бюджета выделят чуть больше 18 миллионов рублей. Эти средства обещают найти за счет внутренних резервов. Регулирующим органам, департаментам энергетики и регулирования тарифов Ярославской области принято решение с 19 июня поднять плату за проезд в городском пассажирском транспорте до 16 рублей. Мэрия города Ярославля ищет возможности максимально поддержать жителей города, чтобы они как можно меньше пострадали от этого повышения. Сейчас мы вышли с инициативой на муниципалитет с целью поддержать самые малообеспеченные слои населения. Это пенсионеры, инвалиды. Таких у нас в городе более 200 тысяч. Они оплачивают 50% от стоимости проезда. То есть если ранее это было 6 рублей, то с 19 июня это будет 8 рублей. И вот эту разницу в 2 рубля будет мэрия доплачивать. Сегодня по дорогам Ярославля ходит около 500 маршруток. В будущем город планирует вместо микроавтобусов и пазиков использовать автобусы большой вместимости. Объясняют это необходимостью повышения комфорта и безопасности движения. Но переходить на большие автобусы будут постепенно по мере износа техники. Ещё одна тема, которая обсуждалась на муниципалитете, касалась земельного вопроса. Депутаты инициировали обращение к губернатору с предложением передать вопросы о выделении земли под застройку из ведения области в ведение города. Когда-то так и было, но при прежнем губернаторе порядок был изменён, и землёй города стала распоряжаться область. В итоге скопились большие долги по аренде за землю, а застройщики по полгода не могли получить участки. Депутаты решили, что назрела необходимость внести коррективы. Удлиняются сроки рассмотрения земельных документов минимум в два раза. Во-вторых, проблемы с поступлениями платы за аренду земельных участков, поскольку департамент областной занимается этим вопросом. Порядка 400 миллионов долгов по арендной плате за землю. Взыскивать их мы не можем, у нас нет таких полномочий, хотя это наши деньги. В этом вторая проблема. Ну и третье, мы, конечно, снижаем привлекательность города. То есть получается, что мэрия не может нормально заниматься привлечением инвесторов, потому что землёй в городе мы не распоряжаемся. Поэтому говорить о том, что здесь затягивание сроков происходит в несколько раз, ну, наверное, это не совсем корректно. Поэтому мы предложили бы просто эту практику рассмотреть и честно друг другу в глаза сказать, где и кто затягивает. Вот, если это затягивает область, то, скажем так, мы это признаем, но, ещё раз говорю, это с цифрами в руках должно делаться. В итоге решили, часть депутатов муниципалитета в составе рабочей группы сначала досконально изучат вопрос, а уже потом будут принимать окончательное решение по земле. Нина Свичникова, Михаил Орлов, Городской телеканал.